Вопрос следующий. Это года два назад у меня тяжелая судьба пришла по семейному. И мне перед этим как раз попали ваши лекции в руки, в блогдал. Я стал заниматься аскезой, стеклой духовной, молиться с того. И стало все лучше, легче. Я уже думал, что побеждаю судьбу. Но потом прошел этот пот работы. Я помню, что с этой минуты никуда ничего не удивилось. Ничего не так, все по-другому. Просто прошла новая волна. Новая волна плохой судьбы. Они подряд у вас две волны пришли. Вопрос следующий. Что я не так делаю? Все так делать. У вас не топ, это просто. Допустим, человек сражается, сражается, уже там 20 танков победил. Думает, фу, слава богу, опять танки едут. Что такое? Вроде бы все танки уже победил. Всякое бывает в жизни. Бывает, опять танки едут, когда уже все победил. Ну, то есть, плохая судьба, она не всегда вот так прошла и все. Но бывает, одна порция за другой идет. А потом долгий перерыв. Вот у вас так, у вас жизнь так устроена, что у вас в детстве был такой пучок злых событий подряд. Потом длительная такая хорошая жизнь. Вы даже забыли, что уже бывает плохо. А потом сейчас вот два раза вам по башке опять дало подряд. Ну, то есть, у вас так устроена порциями, так сказать, все идет. А скажите, есть причина, ну, за что, какие грехи, скажем, совершили? Ну, какие, я вам не скажу, вы слишком любопытные. Понял. Я сам не знаю, вот мне Господь, что в сердце открывает, то я говорю. Были грехи, есть за что. Конечно, не то, что прям вот просто так человек получает страдания. Конечно, есть за что, однозначно. Это очень трудно принять. Но когда человек это принимает, он уже 30% побед над судьбой уже сделал. Вот что он понял, что есть за что. Все это уже 30% побед над судьбой. Чаще всего люди паникуют и протестуют. Они не согласны с плохой судьбой. Они не хотят, это мне не нравится. Нравится, не нравится, что делать? Ничего не сделать. А последнее. Вы рекомендовали узнать у близких свои, так скажем, какие черты. Я спрашивал, мне сказали, ну, у нас сказала, жадность. Но это было очень эмоционально. Я хотел уточнить, реально так вы видите или все-таки? Знаете, все, что говорит жена, это чистая правда, но преувеличенная раз в 10 или в 5, в зависимости от ситуации. Ну, то есть, все, что говорит жена, это правда, но степень преувеличения может быть большой. Поэтому, как бы, всегда, когда жена ругается и говорит тебе твои плохие какие-то черты, надо это отмечать в сознании. Разумный человек всегда это отмечает, потому что жена просто так же не скажет, для того, чтобы она тебе сказала плохие черты твои, надо, чтобы она вышла из равновесия. Когда он выходит, она тебе начинает там, да ты такой, да ты сякой, ну, поизучай немножко. Может быть, не в такой степени, как она говорит, ну, значит, но все равно это есть. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.